Движение 5165, проводящее в эти дни митинги и шествия против властей Армении, усмотрело некоторые риски в трехстороннем заявлении, принятом по итогам встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Сочи. Как отмечается в заявлении движения, в первую очередь, их беспокоит то, что в заявлении нет пункта, касающегося определения статуса Нагорного Карабаха. Самый большой риск заключается в том, что без конкретизации статуса Нагорного Карабаха, в случае делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы территории, остающиеся по ту сторону границы, могут быть признаны азербайджанскими. В этом случае Карабах станет частью Азербайджана. Считает лидер движения Карин Танаян. Тревогу вызывает и тот факт, что в заявлении не говорится о возвращении пленных, удерживаемых лиц, а также возвращении тел погибших. По словам Танаян, Армении нужны новые переговорщики в карабахском урегулировании, так как Никол Пашинян и его команда не способны отстаивать интересы страны и предотвращать негативные сценарии. С учетом сказанного, движение 5165 объявляет о начале политических консультаций с другими силами вокруг повестки смены власти. Продолжение следует... Продолжение следует... И они сказали, что это мастер-довлет, дырнах арасы. Узнавиды они мастер-довлет к миру, и они Азербайджану мастер-довлету должны получить мастер-довлет. Один вопрос нет, Пашинян, не случилось? Вы делаете дорогу, Рексель, не случилось, не случилось, статус? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не буду я президентом, не буду я.